Итак, ну какая аудитория нужна бизнесу, когда бизнес приходит в социальные сети? Бизнес, как мы понимаем, бывает разных видов, бывает B2B, бывает B2C, у них задачи разные. Чаще всего B2B нам говорит о том, что что нам там делать, наши клиенты это директора завода, в котором под 60 они в соцсетях не сидят, и зачем нам соцсети и так далее. Я считаю, что это ошибочная точка зрения, потому что, ну может быть, сам лично директор завода, которому под 60 и не сидит, хотя я сильно сомневаюсь уже, да, но не всегда только этот директор завода принимает решение о покупке или о чем-то еще. Нам нужно влиять на большое количество людей, да, то есть вот на кого мы влияем, если мы говорим про бизнес, кто наши стейкхолдеры? Лица, принимающие решение о покупке, и в том и в другом случае B2B и B2C. В случае с B2C это конечный потребитель, он принимает решение о покупке, приходя в магазин там или находясь в интернет-магазине. Если мы говорим про B2B, это лицо, принимающее решение в компании, это руководитель компании, который там говорит, да, хорошо заплачу, да, хорошо купим, но далеко не всегда он решает, покупать или нет. Да, есть лица, влияющие на LPR. Да, вот у продажников есть веселая шутка, что есть LPR, лицо, принимающее решение, а есть LDPR, лицо, действительно принимающее решение, и это не всегда первое лицо компании. Да, это может быть главный бухгалтер, это может быть жена LPR, это разные могут быть ситуации, да, и разные люди, это главный инженер, главный технолог, главный там кто угодно, может быть, который говорит, нам надо купить вот это, директор кивает головой, говорит, окей, надо покупать, да, разные бывают компании. А вот этот тот самый, который говорит, нам надо купить вот это, ему может быть совсем не 60, и он ведет активную жизнь в социальных сетях. Поэтому, да, лица, влияющие на LPR, закупщики, люди, занимающиеся поиском всевозможных партнеров и клиентов в организации, мы тоже на них хотим оказывать влияние, люди, занимающиеся поиском технических решений, вот тот самый главный инженер, главный технолог, который думает, а мне вот прибамбас нужно купить, чтобы вот станок вот так работал, а не так на производстве, так далее, он, понятно, что он ищет станок не в соцсетях, да, но он в социальных сетях проводит время и читает, и ищет информацию о поставщиках в том числе. Не о том, кто поставщик, а о том, какой поставщик. Собственно, поставщики и подрядчики, на них нам тоже нужно влиять. Сотрудники компаний, которые тоже, как бы сегодня все сидят в социальных сетях и хотят понимать, что компания тоже живая, нормальная, современная. Компания, отсутствующая в социальных сетях сегодня, это не современная компания. Если у вас там какое-нибудь разведывательное бюро, условно говоря, вот тогда, может быть, и понятно, почему вы не сидите в соцсетях. То есть вы что-то производите, продаете и не нарушаете закон при этом, то если у вас нет в соцсетях, то вы странные. Ну и потенциальные сотрудники. Рынок труда сегодня очень сложный. Вроде бы как бы кризис и сокращают сотрудников, и сложно найти работу, но я вас уверяю, сотрудников найти, в общем-то, тоже очень сложно. Поговорите с HR-ами, вам расскажут, насколько это головная боль сегодня. Люди за время пандемии и локдаунов разленились, на работу ходить не хотят, вкалывать не хотят, хотят сидеть на пособиях, и, в общем, как бы очень капризно выбирают себе работодателя и производить впечатление на работе. То есть если есть работник, готовый работать, вокруг него танцуют несколько работодателей. Как правило, это тоже есть, да, при том, что и безработных очень много. Поэтому вот это все большая аудитория, она есть в социальных сетях, и мы должны там тоже присутствовать, и что нам там делать.